Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Операционный процесс по делу Шульгина начнется 24 августа. Дело передали судье Кировского областного суда Николаю Сичехину, пишет бизнес-новости в Кирове. Издание напоминает, что на приговоры к главе администрации Илье Шульгину, который вынес Ленинский районный суд, поступило две апелляционные жалобы. Приговорили Шульгина, напомню, к трем годам лишения свободы условно. Бывший чиновник был признан виновным в закупке для города дорожных камер, не соответствующих требованиям контракта. Похожее дело только на областном уровне рассматривалось в отношении бывшего министра информтехнологии Юрия Палюха. Его осудили на четыре года лишения свободы условно. На приговор также поступило несколько апелляционных жалоб. Первое заседание по их рассмотрению назначено на 17 августа. Кировская область может расторгнуть контракт с поставщиком автобусов. Вопрос о срыве сроков поставок новой техники из Татарстана обсудили в региональном правительстве. Изначально прийти закупленные автобусы, а их 51, должны были до 29 июля. Затем по договоренности с поставщиком срок перенесли на 15 августа. Но поступили на этот день в наш город только четыре автобуса. Известно, что девять машин находятся сейчас на финальной сборке, 23 поставлены на конвейер, рассказал министр транспорта региона Юрий Логинов. КПАД направил поставщику претензию на 800 с лишним тысяч рублей. Также обозначен конечный срок поставки 29 августа. Выслушав это, в Рио губернатор Александр Соколов заявил, что если 29 августа всей партии автобусов в Кирове не будет, то договор с подрядчиком расторгнут. Тут же объявят новый конкурс и уже 2 сентября подведут его итоги. Поставщика же внесут в реестр недобросовестных. В эфире «Экономика». В аэропорту и на вокзале в Кирове появятся магазины изделий народных промыслов. Они начнут работу с 1 сентября. Об этом на еженедельной планерке, которая прошла в областном правительстве, рассказал министр промышленности региона Владимир Сосолятин. По его словам, кировские сувениры и сейчас представлены и в аэропорту, и на железнодорожном вокзале. Но ассортимент их недостаточен. Планируется расширить и его, и торговые площади. Также для продажи изделий кировских мастеров предлагают построить стилизованные торговые павильоны перед ОДНТ. В Рио губернатора идею поддержал, но попросил поискать варианты для размещения подобных сувенирных лавок и в уже построенных зданиях в Кирове. И в завершении выпуска курсах валют должен сегодня 61,37 рубля евро, 62 и 51. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.